Всем снова привет, дорогие мои мальчики и девочки. Надеюсь, что девочки смотрят меня больше. Хотела сказать вам прежде всего большое спасибо за те тёплые слова и комментарии, которые вы оставляете в адрес моих видео, за те пожелания и темы, которые вы мне задаёте, потому что это очень важно для меня, это составляет 80% того, что я делаю. Я пытаюсь сделать для вас что-то более полезное, более интересное, поэтому каждый ваш комплимент, каждый ваш комментарий очень важен для меня. Я спасибо вам большое, всех очень люблю. Итак, как вы видите по моему внешнему виду, сегодня будет урок про красные губы, такой классический урок, буду его озвучивать, а не прямой с вами разговаривать, потому что делать нужно очень аккуратно, это очень такая, такой очень яркий образ, такая очень сложная довольно техника в плане того, что она требует кропотливости и тщательности, потому что, сами понимаете, что красные губы должны быть очень аккуратно очерчены, стрелки, ресницы, всё, что остальное с этим связано, должно быть всё максимально аккуратно, предельно чётко, чтобы всё супер красиво выглядело. Если вам интересно посмотреть, как я делала этот урок, оставайтесь со мной. Итак, начинаем мы прежде всего, конечно же, с наших бровей. Для того, чтобы посмотреть, как я делала цвет лица, вам нужно будет зайти в предыдущее видео про коррекцию цвета лица, про основу. А бровки я заполняю полностью тенями от Inglot номер 327. Обычные коричневые матовые тени подходят любому цветовому типажу, как тёмненьким, так и светленьким, как видите. Обычной скошенной кистью от Real Technique я заполняю всё пространство между бровями и придаю им небольшую, немножко изменяю форму бровей. Под бровями я прохожу любым консилером, в данном случае я использовала для кожи Pro Longwear NC20 от MAC. Сейчас этим же консилером я подвожу форму бровей для того, чтобы очистить пространство от каких-то мелких огрех и придать бровке более ровный, более красивый вид. Ну всё, 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 давай уже заканчивай. Главное всё делать аккуратно в этом макияже. Дальше я этим же консилером MAC Pro Longwear заполняю всё пространство, всё веко, для того, чтобы дольше держались наши тени, то есть использую этот консилер как базу. Очень хорошо он действует как база. Дальше беру обычный молочный оттенок Tini Just, любой молочный, который у вас есть. Он такой полупрозрачный, выравниваю всё веко. Теперь буду использовать мои любимейшие тени от MAC, оттенок Interrupted. Вот так он называется, красивый кирпично-бежевый оттенок. Он напоминает, как я уже в предыдущем видео говорила, оттенок Camel от фирмы Bobby Brown. Здесь я использую именно Interrupted. Очень нравится этот цвет, красивый, подходит к любому абсолютно макияжу, красиво выделяет складку века и подчёркивает загар. То есть он играет в цветовой гамме с бронзером, с цветом лица, с немного загоревшим. И, в принципе, на светлом тоже будет красиво смотреться личики. Теперь я беру перламутр от компании Just, номер 43. Ну, то есть пигмент такого перламутрового оттенка, который чуть-чуть более тёплый, чем обычно нам предлагают производители перламутр. 43 оттенок, повторюсь, название Stone Pearl. Очень хороший перламутр, недорогой, предлагает нам компания Just, хватает его надолго. Теперь я подвожу свой ресничный край и вывожу в стрелочку обычной чёрной гелевой подводкой. У меня это гелевая подводка от Maybelline. Стрелочки один из основных акцентов у нас получается в этом макияже, поэтому не надо слишком их делать большими, это немножечко не тот макияж. Мы делаем чуть вытянутую стрелочку, чтобы её было видно, чтобы она у нас выделялась, но при этом мы не совсем её выводим, не делаем её слишком широкой, чтобы она не отвлекала внимание от губ, и, плюс ко всему, если и то, и то делать в эргарном, будет очень некрасиво. Теперь я смешиваю коричневые тени от Girrupted, предыдущие, которыми выделяли складку века, и теми же коричневыми тенями, которыми выделяли бровку от Ingle, номер 327, я их смешиваю и подвожу нижнее века. И просто обычным чёрным карандашом подвожу внутреннюю слизистую. Дальше я прокрашиваю тушью все реснички, объёмной тушью от Maybelline Colossal Volume называется она, очень хорошая тушь, устойчивая, объёмная, прокрашивают все реснички, мы у корней их очень хорошо прокрашиваем по всей длине, для того, чтобы нам создать такой эффект распахнутых ресниц. Ресницы всегда важны почти в любом макияже, если он не тематический. Далее я беру любой красный карандаш, у меня это карандаш от Just, такой тёмно-красного оттенка, номер напишу под видео, и заполняю губки до середины. Теперь беру мой самый-самый любимый красный оттенок из всех помад, которые я пробовала, это от Inglot номер 27 Refill. Красивый красный клубничный оттенок, то есть он больше не в оранжевый, уходит в какой-то алый, а именно в клубничный, в такой насыщенный красный. Камера, к сожалению, плохо передаёт его насыщенность, но я наношу его в два слоя, чтобы вам было виднее. Очень красивый оттенок, стойкая помада, очень приятно пахнет. И наношу сверху лак для губ от Isadora Lip Choc, Gloss Lip Stain называется, да, краска для губ. Номер 49, Rock Red называется. Очень стойкий оттенок, поэтому я вас заранее предупреждаю, что его будет не так-то легко с первого раза стереть, он очень долго продержится у вас. И теперь хайлайтером я выделяю спинку носа, скулы и на верхнюю губой по привычке. Этот приём очень красиво будет смотреться в данном макияже с красными губками. И немножечко консилером, тем же Pro Longwear от MAC, я выделяю линию губ, то есть дополнительно подчёркиваю вот этот красный цвет, высветляю пространство, окологубное такое вот пространство, для того, чтобы было более чётко виден контур губ, более чётко отчерчен, более аккуратно, красиво, и, в общем-то, оттенок тем самым красный тоже подчёркивается. И теперь под конец я припудриваю. Спасибо всем, девушки, за просмотр. Всех люблю, целую, жду у себя на канале. Записывайтесь ко мне на макияж. Пока-пока!